Танечка, добрый день! Уточка, видишь, плавает? Иду вот... Сориентировалась, да, с какой стороны я иду? Иду вот на мостик и опять снимаю тебе твой любимый канал. Вон уточка далеко-далеко плавает. Не могу ее поймать. Вот она, ласточка. Красота такая, рыбаки сидят. Вон мостик, сейчас перейду. Надо сходить мне в магазин Атлант, а то одна коробка с холодильником поломалась. Пока время есть. Вот этот мостик. Ну что, Дань, все тебя ждет. Вот твоя дорожка любимая. Все тебя ждет. Все, давай, с Богом. До встречи. Танюшечка, хочу тебе еще заснять вид с моста. Там мягочки пасутся. Вот там ресторан вдалеке-вдалеке. Красиво, чистенько, все прибрано. Красотища. А это вот туда, на Петру. Чистенько, лягушечки квакают, все как положено. Рыбачки сидят. Слава Богу за все. Господи, получила краску. Мне Катя заказала по интернету. Меня не было дома, захожу в квартиру, звонит Катя. Она сейчас не возьмите. И говорит мне, тебе привезли краску по дверью. Я говорю, я заходила, ничего не видела, подними голову над счетчиком. Но тут же, если нету дома, не открывая дверь, значит, оставляют по дверью. И нормально. У Кати как-то трое суток джинсы лежали по двери в упаковке. Нормально. Сейчас открой и посмотрю по любой своей любимой красочкой. Меня часто спрашивают, какой краской я пользуюсь. Вот, пожалуйста, гарнир номер 913 Дюна. 913. Это мой цвет. Я ее сама подобрала для себя. Даже парикмахеры спрашивают. А что у вас заказка? Нравится всем. Ну что, стройнейшие, готовлю еду себе. Сковородка на огне. У меня будут яйца на бекончике. Кстати, вот этот бекон привозила еще в сентябре 21 года. 28 сентября прилетала и вот в этом морозильной камере лежит бекончик. Пожалуйста, с прорезтью. Души смачные. Два яичка, два яйца, ну и овощи. Сделаю себе еще греночку. У меня есть тостики я не еду. Еда на столе, пожалуйста, 6 секунд. Простая, но самая-самая полезная. Яйца на бекончике. Яйца на беконе. Можете поджарить себе еще яйцо. Три яйца. Классно. Яйца понижают аппетит на 25%. Жиры блокируют инсулин. То есть, классно, да? Инсулин не выделяется. И мы с вами не хотим есть, мы наедаемся вот этой порцией. Овощи, это клетчатка, обязательно. Это еда для наших хороших бактерий. Овощи, клетчатка, живая хорошая клетчатка. Углевод, я позволю себе углевод в первой половине дня обязательно. Может быть, даже намазочка какая-то, паштет какой-то, форшмак, пожалуйста, готовьте. У меня хлебцы, два хлебца. У меня разные хлебцы есть, пожалуйста. Вот такие хлебцы Катенька покупала мне, и вот эти хлебцы Катруся покупала, и эти хлебцы покупала. То есть, углеводы мы себе позволяем, но так, минимизировано. Вот вечером уже у меня углевода не будет. кофе, чай, черный шоколад, это обязательно. Это не перекус. Это просто райское наслаждение. Ну что, буду есть? Это первый прием пищи у меня. Вот сейчас 13.35. Ожиотажа нету. Сажусь есть. Всем приятного аппетита. Кто со мной? Вот сейчас в магазинчике хочу показать цену. Финики 250 грамм. Стоит больше, чем 2 доллара. У нас в Украине 2 доллара 56 гривен стоили финики шоколадные. 2 доллара килограмм. Здесь 250 грамм больше, чем 2 доллара. Здесь очень дорогие сухофрукты. Зашла в магазинчик. О, на полу мои покупки. Положила на пол. Неудобно держать в руках. Хочу набрать маслин. Вот, пожалуйста, маслины на развес. Беру без жидкости, то есть по весу лучшее. Очень вкусные. Я уже попробовала. Я уже попробовала. Не соленые. Не соленые. Классные. Такие крупненькие, довольно крупные. Классные, вкусные. Беру. Возьму пакет молока. То, что купила овощи, оставила в начале магазинчика на столе. И конкретно пришла в этот магазин за молоком, чтобы не тянуть литр. Литр, чтобы не тянуть еще километр целый. Молоко. Литр молока, литр не 800 грамм, как у нас пакетики, 800 грамм. А литр молока стоит 8,90. 1 доллар 14-15 лир. То есть, немножко больше, чем полдоллара. Стоит литр молока, литр, не 800 грамм. Это приятно. Со своей пробежечки прямо в магазин, дальний магазин. Я там беру овощи. В основном овощи. Вот поднялась по ступенечкам, сейчас нахожусь на мосту. Вот мои покупки показываю. То есть, с грузом поднималась. Вот вам и силовая нагрузочка. Фитнес-клубы мне не нужны. Вот, пожалуйста. Иду с магазинчика. Я всегда иду этой улочкой. Мне очень нравится здесь идти. Выходит из машины мужчина, улыбается мне и говорит «Мараба». Боже, как приятно. Как приятно. Чужой человек видит меня первый раз и здоровается со мной. Выходит из машины, идет в свой дом и со мной здоровается. У нас соседи сделают вид, что тебя не видят. И это факты. Как приятно. Да. Учиться, учиться и учиться. Девять километров уже. Магазины. И в парадном уже. Такое красивое парадное. Это витражи, потолок и коллагеночки, и витраж такой красивый, зеленый, яркий, красивый. А вот здесь такие красивые картинки. Собралась навстречу. Сейчас буду выходить. Одела джинсы. Я, конечно, их брала с собой. Немножко укороченная модель. Я, когда их покупала, я в них влезала. Натаскивала их на себя. Сейчас я просто вот так влетела в эти джинсы. Конечно, здесь черный пояс у меня кожаный. Вот. Мама родная, как свободно. А? Как свободно. Ну, в том году одевала последний раз. Я же их еще не одевала. То есть, я не в курсе даже, как они на мне. Очень свободно. Мама родная, слушайте, это кошмар. Так, Сотобенджи, Сотобенджи. Так. Ну вот. Вот, пожалуйста. А? Девочки, как мы вам? Нормальненько? Нормальный ход? Нормальный. Ну что, Танечка, погнала. 13-15. Жара, жара. Жара страшная просто. Купила бутылочку воды, вот. У нас же с девочками стрелка. Стрелка. Встречаемся с девочками. Жарко, конечно. Такое время, честно, не для встреч. Очень большая жара. Север Турции. Измит, это север Турции. Район Стамбула. А в Анталии, что сейчас делается? Жарко, как люди в Анталии купаются. Кстати, моя Катенька сейчас в Анталии. Ее две подружки, кивлянки, были поначалу в Западной Украине, потом перебрались в Словакию. Снимали квартиру вдвоем с детками за тысячу евро в двухкомнатную квартиру. Потом им предложили, ну, конечно, по протеже, предложили дом в Турции между Анталией и Сиде за 600 евро. И сейчас они уже вторую неделю находятся, кажется, вторую или две недели находятся в Турции в частном доме. Снимают полностью частный дом за 600 евро. Вот так. Катенька поехала к ним. Денис говорит, не приезжай через неделю, дорога дальняя, ехать ночь, 700 километров, побудь хотя бы дней 10, покупайся. Вот так. Так что Катенька сейчас в Анталии со своими подружками. Ну, район Анталии, я имею в виду. Пляжица. Говорит, очень много немцев сейчас, очень много немцев там. Хорошая погода, жарко. Нормальненько. Мы с Денисом на хозяйстве. Мы не пересекаемся. Он утром уходит, вечером приходит, я не мельчешу перед глазами. Мама, у вас богато. Знаете так, нет-нет, взрослый человек, это то же самое, чтобы и мне. Кто-то сидел передо мной, свекруха постоянно ходила передо мной, да? Не-не, меня не видно, не слышно. Мне дня хватает. Семи часов, как Денис уходит, мне дня хватает. А потом у меня своя территория, все свое, я занимаюсь своим делом. Отвечаю на комментарии, что-то просматриваю, информацию какую-то. То есть, мы не пересекаемся, мы не грузим друг друга. Вот так. Так что, все нормальненько, все хорошо. Жарко, конечно. Вот плохо, что здесь нельзя загорать. Вот это плохо, загорать здесь нельзя. Религиозная зона, раздеваться нельзя. Обалдеть, у меня такой шикардосный купальничек. Я с собой взяла на всякий случай, думаю, ну мало что, может задержусь в Турции, но так и получается. Ладно, что-то придумаем, это чепуха. Это все чепуха. Так, мне еще немножечко совсем, и я встречаюсь с девочками. Мы сейчас находимся в кафешечке, заказали себе мороженое, сейчас нам еще принесут кофе. Вот это у нас Наташенька Запорожье, Светочка, из Киева, Киевляночка, и вот, пожалуйста, Анжела, Чигирин, Черкасская область, да? Вот, пожалуйста, у нас новая знакомая. А я из Киева, так же, как и вы. Да. Мы все очень хотим домой, нам здесь очень плохо, мы очень все скучаем за домом, надеемся на улучшение ситуации, все быстренько домой. Плохо нам здесь, потому что не та жизнь, не та культура, не тот менталитет, привыкленный к другому. Хотя у тебя муж турок. Хотя у меня муж турок, но ему здесь тоже некомфортно. Он родился здесь, но жил очень много лет в Украине, хочет обратно, как же, как и я. А почему? Что здесь имя не нравится? Надеемся, надеемся, что мы очень быстро отсюда уедем. Дай Бог. Дай Бог. Дай Бог. В нашем полку прибыла Анжелика и Наташенька, дотя и мама, как две подружки, просто красонечки, наши девочки. Вот мы общаемся, заказала себе кофе, пожалуйста, кофе по-турецки, и у меня еще стаканчик водички. Заказала себе в турецком кафе, не с кафе, а с молоком. Принесли мне молоко, а сверху кофе. Ну, это ж только турки могли такое сделать. Все, шиворот на выворот. Молоко, а сверху кофе. В Турции хорошо, но дома лучше. Опаньки. Догнали и перегнали. Утречка. Сейчас 7 часов 30 минут. Все полито, дорожки все политы, все влажное, вертушки на травке тоже крутились. Классно, свежо очень, очень свежо. Травочка свеженькая, конечно, никого нету, я одна здесь. Ну, так, пару ходоков было, пару. Взяли на обгон всех. Ну, так, мы первые здесь, никого нету. Красота. Кустики цветущие, красиво. Они были ярко-красные, а сейчас позеленели и цветочки такие. Ну, вот я стою перед вами. 7.30 утра, я прогнала уже, ну, 4,5 километра. Прогнала. Такой быстрый темп, я вот даже мокрое, смотрите на меня. Прогнала. Такая запыханная немножко, ну, нормально, нормально. Как еще? Нужно немножко так, знаете, почувствовать. Не просто здесь провести променад, а так, почувствовать немножко. Ну, и сейчас назад в таком же темпе 4,5 километра. Ну, немножко посижу сейчас на скамеечке, минут 5-10 на своем месте. Буду смотреть на море и мечтать. Олеечку трусой, прошла трусой, легкая труса, такая, легкая труса, то есть не ходьба даже. И вот поворачиваю камеру, вам показываю. А вот кафешечка, где мы с девочками вчера проводили время. Вот столики такие, диванчики хорошенькие, удобные очень. Дальше столики. Вот кафешечка. Вот это конец набережной. Ну, вот здесь 4,5 километра. Вот я прошла 4,5 километра, я вам всем показываю. И назад сейчас 4,5 километра у меня будет. Итого 9 километров. Но у меня темп. Темп. Бывает устаю. Да, бывает устаю. Но думаю, сегодня вечером еще выйду обязательно. Но уже так, не в спорте, в гражданочке. Красивенько. Да-да, вечером, наверное, уже. Днем жарко, поэтому я стараюсь выходить с утра. Вот сейчас в самый раз. Классно. Такая над морем дымка небольшая, солнечно очень. Классно. Супер. Вот показываю, люди, смотрите. Божественно. Божественно. Пахнет морем, пахнет. Присела. Сейчас посижу и погоню дальше. Отдохну минут 10. Классно. Загораю одновременно. Вот сейчас покажу на коленечек. Я сейчас на коленике. Я всегда на пробежке на коленике. Смотрите, видите, да? Вот на левой ножке у меня на колене. Кстати, я в шортах сейчас. Они немножечко длиннее. Немножко на сантиметр они подпрыгнули сейчас. То есть длина очень-очень нормальная. И вот на колене. Очень плотный. Смотрите. Он очень плотный. Я его просто стягиваю двумя руками дома уже. Стягиваю. Он очень хорошо зажимает коленка. Очень. Телесного цвета. Не просматривается так сильно на ноге. Классно очень. Поэтому если у кого-то проблема с коленком не балуйтесь. Знаете БРЖ ногу Бог БРЖ. На колене купите. Это того стоит. Потратьте деньги но вы увереннее будете. У вас коленка зажата. Классно. Ну все. Рассказала. Сейчас буду подниматься и гу погнала Танечка. Заскочу по дороге в магазинчик и все. Куплю молочка. Выпила одну чашку кофе. Конечно с малышами с бутиками. Ну а сейчас будет вторая чашечка кофе. Молочка уже не было. Да в принципе и рано еще вторую чашку пить. Я люблю так. На расстоянии. Чтобы было у меня расстояние. Хотя бы час. Рассказала. Показала на коленек. Ну а теперь Таня стендап и летс гоу. Погнала. Субтитры сделал DimaTorzok. И маленькие утята здесь, маленькие, это семейство. В этой беседке мы с девочками тоже сидели, отдыхали. Хорошая, уютная беседка. У нас был здесь чизкейк, клубничка. Помните, я вам показывала вот эта беседочка красивая? Так, ну что, погнали, 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 погнали. Темп, 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 ходоки, ходоки, бутылочки. Водички в руках, ходоки, ну хорошо, ходят, это уже хорошо. Так, красота божественная, легко дышать. Так, вот здесь сейчас людей нету, да? А это зона, где очень много людей, очень много, но это вторая половина дня. Сегодня выходной день, сейчас начнется здесь массовое такое гуляние, отдыхать будут. Сейчас будут, может быть, и раньше приходить, после завтрака. Вот только очень такой длительный завтрак. Ну, потом поприходят отдыхать. Да нет, с нами же не баловаться. Со мной не баловаться. Теперь концовочка у нас. Коленки разогрелись, и сейчас упражнение у меня. Наклончики, вспоминайте, вот. Становлюсь в профиль, да, коленки ровно не сгибаются, вот. Вот, ближе стану даже, вот. Вот. Ладошечки я положу на кроссовочки, вот, вот. И так выгибаемся, как котики, вот. Вот, вот. Стоим несколько секунд. Кто может минутка, это классно. Вот так. Но время не затягиваю, показываю. Приседания не делаю, потому что у меня колено. Мне так легче. Тут не такой большой упор. И вот это делаю 50 раз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Вот так делаем наклончики. Итого 9 километров и упражнение. Ну что, девочки, кому там 45, 49, всего лишь 50. Поехали. Не ленитесь, заставляйте себя. Упражнение выполнила. Упражнение выполнила. 9 километров взято. У меня система. У меня не бывает пропусков. Ну, бывает по каким-то причинам. Бывает. Но это не система пропуски. У меня каждый день мои пробежки и мои упражнения. Вот только тогда будет у всех результат. Не только похудение будет, а будет еще очень красивая форма тела. Как написала Леночка из Польши, меня муж начал ревновать. Какая прелесть! Лена, вы на правильном пути. Молодец. Продолжайте в таком же плане, в таком же духе. Будьте здоровы все. Занимайтесь собой. Любите себя. До встречи.